Хотя не стоит говорить о том, что он сегодня себя любимого пожалел. Умение доводить до зашкала организм и в этом зашкале все-таки оставаться в рабочем состоянии. Это уникальные физические данные Петера Нуртуга и уникальные ментальные данные его. Отсюда и такое количество побед и вот такие выключения после финиша. Которые недоброжелатели относят на театральные его данные. Это не рисовка, нет. Это значит все. И больше уже ничего в резерве не было. А кто-то хотел бы залезть еще более в глубокий свой резерв и не получалось. Потому что просто нет и по тренировочной работе и по данным изначально. Но вы видите, насколько компактный Йонс Рудсунбю. Относительно в целом очень атлетичной и высокорослой сборной Норвегии. Но демократичность лыжных гонок. Тонсет не поместился у нас в шестерку. А так практически сбывался прогноз о том, что пять норвежцев из шести лучших окажутся сегодня на цветочной церемонии. Но дотцеры Гави потеснили молодого Дидрика. Лучший из россиян. Довольно неожиданно, согласитесь, Илья Черноусов. Волженцев. В силу может быть... Да, большой праздник на улице норвежской сборной сегодня. Но поздравляю с будущим награждением. Двойным. И норвежская сервис-группа сегодня вышла победительницей этой дуэли. Потому что в целом очень ровные результаты у всех норвежцев. У скандинавов разные совершенно аппетиты в связи с завтрашней гонкой. Горовосходители, они все очень разные. И Есперсена очень крупного считать фаворитом завтра. Сложно представить возможным. Но Сумбил может быть открытием и завтра тоже. Хотя просвет между ним и Нуртугом все-таки достаточно опасный. Он больше всего опасался Ильи и Александра. И обмен уколами в прессе состоялся перед решающим броском из трех этапов на тур-дески. Позавчера во время дня отдыха. Возьмет ли он свои слова обратно?